Первое заседание по существу. Обновленный парламент приступил к работе. На повестке дня переход к ежемесячным начислениям социальных выплат жителям области. Так депутаты проголосовали за такой порядок предоставления пособия на ребенка с 1 октября. Ранние деньги выплачивались раз в квартал. Также парламентарии рассмотрели целый ряд законопроектов в целях сохранения уровня социальной защищенности граждан предпенсионного возраста. Впрочем, коммунисты просили эти вопросы с повестки дня снять. Является, по сути, внесение региональной поправки к принимаемому федеральному закону о повышении пенсионного возраста. Поэтому еще раз предлагаю все-таки проявить, так сказать, разумность в рассмотрении, так сказать, вопросов, касающихся данного федерального закона и снять рассмотрение данных законопроекта. Спасибо. Я не могу согласиться с позицией Дмитрия Эдуардовича, что это поправка в федеральный закон. Они вообще, эти два законопроекта никак не связаны. Речь идет о том, что фракция «Единая Россия» предложила на территории Ивановской области предоставлять льготы ветеранам труда и ветеранам труда Ивановской области в простонародье, федеральным ветеранам и региональным ветеранам, независимо от возраста выхода на пенсию. Большинством голосов предложенные законопроекты были приняты, как минимум, в первом чтении. Сохранено право на соцвыплаты для федеральных и региональных ветеранов труда, граждан из числа бывших работников соцсферы в сельской местности, вне зависимости от возраста выхода на пенсию, а именно для женщин с 55 лет, для мужчин с 60. Эти категории граждан и ряд других, как и в случае с детским пособием, приходят на ежемесячное получение средств с ежеквартального. Правда, чуть позже, с января 2019 года. Социальные работники на селе, которые получают, педагоги, мы им платим за, ну, есть монетизация, да, за наем жилья, если он есть, за отопление, за священие, и тем людям, которые прописаны в этом доме. И есть иные работники, типа фельдшеры и так далее, которыми компенсируем эти затраты. Вот, собственно говоря, мы тоже это все делаем не раз в квартал, теперь будем делать, а раз в месяц. Просить, наверное, и надо просить, увеличить финансирование, наверное, уже федеральное для всех этих возможных льгот, которыми мы можем компенсировать бедственное положение наших граждан. Объясню, почему. Потому что мы сейчас в стране, в одной вроде живем в стране, в России, находимся в разных условиях. Национальные республики, регионы, которые действительно не дотационные, а самообеспеченные, будут компенсировать вот этот ущерб довольно-таки разнообразными видами местных льгот. Мы с вами этого сделать не сможем, или сделаем это куца. Так вот, мое предложение такое. Вот чем заниматься популизмом, да? Вот, давайте все-таки разработаем коммунисты, и вы давайте с вами предложение о том, что все-таки федералам надо посмотреть немножко на бедственное положение регионов и предложить какие-то льготы действительно для замещения, да, субсидий. Напомним, с инициативой по переходу к ежемесячным соцвыплатам выступил губернатор Станислав Воскресенский. Многие граждане жаловались, что планировать бюджет, получая деньги поквартально, попросту неудобно. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.